Приветик дорогая, я сейчас нахожусь в немножко затруднительном положении, так как у нас была заявлена определенная тема на это воскресенье, но в связи с некоторыми обстоятельствами тема это, ну не сказать, чтобы утратила свою актуальность, но в общем потеряла свою значимость, скажем так. И поэтому я решила снять тебе видео не о творчестве, не о персонажах или реальных людях, которые как бы в нашем воображении или в наших глазах превращаются в определенных персонажей, а снять видео просто о том, что у меня сейчас в голове, что у меня в мыслях, в эмоциях, в чувствах и так далее. Прежде всего я очень хочу, чтобы ты вернулась в дарь, так сказать, в полноправном, в полноценном смысле, не только общаясь со мной через, через там, юмил, да, через ссылки на загруженные на ютуб видео и так далее. Чтобы ты была там как полноценный пользователь со своим дневником, я, наверное, не до конца понимаю, почему ты его удалила, но да ладно. Дело в том, что, на мой взгляд, вообще существование такого дневника это, конечно, своего рода публичная обнаженка. Насколько она будет полной, эта обнаженка, зависит прежде всего от того, насколько ты сам готов раскрываться перед другими людьми, какие стороны себя ты хочешь показывать, какие не хочешь. В любом случае, всё зависит от тебя. Ты можешь вести себя отстранённо и показывать какие-то мелкие детали реальности или обсуждать только фандомные дела. Можешь быть максимально откровенным, насколько тебе хочется, всё зависит от тебя. Но мне как-то казалось, что когда у тебя был полноценный дневник, ты раскрывалась мне сразу в двух аспектах. Это аспекты, наверное, глубоко личные, которые выходили больше в обмене личными сообщениями, нежели в общих записях. И некая оболочка вот этого всего личного и скрытого, которая как раз была в обычном дневнике. И сейчас, когда его нет, я, наверное, боюсь, что и в этих личных сообщениях вот это твоё спрятанное внутри, оно будет покрыто вот этой вот, как это сказать, корочкой, и которая раньше раскрывалась в дневнике, и которую теперь, в общем, некуда девать, и она остаётся вместе со всем. То есть будет такой снежный ком, в котором спрячется что-то то, что ты, может быть, сама хочешь рассказать, но не можешь, или то, что я хочу узнать, а ты мне рассказывать не хочешь. Может быть, вот так. Относительно всей той ситуации, что между нами сложилось в последние дни, я не буду пытаться достучаться до глубинных причин, до всей этой подноготной. Я говорю, да, ну мы не психоанализы же тебе устраиваем, и куда важнее для меня то, чтобы ты в моей жизни всё-таки оставалась. И если тебе для этого надо что-то говорить, или наоборот, не надо что-то говорить, то, ну, значит, так и должно быть. Я не думаю, что один человек полностью способен понять другого, потому что всё-таки мы мыслим по-разному, и даже если очень захотим, не можем в полной мере поставить себя на чужое место. Поэтому я и не буду пытаться как-то провести эту хирургическую операцию в твоём сознании и докопаться до истины и разобраться вообще во всём. Я думаю, что если ты захочешь со мной чем-то поделиться, ты поделишься, а если не захочешь, ну, значит, или нет у нас такой степени доверия, или, значит, тебе просто вообще ни с кем не надо этим делиться, и это должно оставаться только у тебя. В любом случае, как бы оно ни сложилось, я хочу, чтобы мы с тобой оставались друзьями, чтобы ты оставалась моим братаном, чтобы ты оставалась со мной рядом, несмотря на сколько там расстояния от Рязани до Екатеринбурга. И я хочу, чтобы вот эта вот нить, или правильнее даже будет сказать этот мост, как сказал один мой юбонский знакомый, он говорил, что независимо от того, какие расстояния существуют между людьми, они могут построить, скажем так, мост, соединяющий их друг с другом, но только от них зависит, насколько этот мост будет крепким и как долго он продержится. Я надеюсь, что наш с тобой мост будет крепким, а из каких материалов его строить, надо ли его достраивать, переделывать и так далее, нам покажет время. Ты, главное, не теряйся. Не надо.